Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодняшний ролик будет такого теоретического плана. Давно я хотел рассказать про одну методику, которой пользовались и наши дедушки, и наши прадедушки, ну и так далее до допотопных времен. Несмотря на свою вот относительную простоту, если и есть что-то претендующее на главную столярную тайну, то, на мой взгляд, лучшего кандидата не найти. Ни для кого не секрет, что львиная доля столярки связана с прямоугольными брусками и досками. От качества вот этой вот прямоугольности во многом зависит то, как будут выглядеть готовые изделия. Будут ли щели между царгами и ножками у табуреток, сойдется ли рама у фасада, ну и так далее. Но прямоугольные доски в живой природе они не встречаются, поэтому расскажу я про два способа получения прямоугольных досок. Один способ при помощи ручного инструмента, один при помощи станков. Ну, на станках прямоугольные доски получают вначале фугование плоскости или пласти, называют эту поверхность базовой, потом фугуют кромку, ставят меточки. У меня вот, я надеюсь, видно тут карандашиками такие птички поставлены. После чего пропускают через рейсмус, получают вот эту вот поверхность параллельную вот этой. Ну, если это доска, то потом отпиливают на циркулярном станке. Если это брусок, то тоже пропускают через рейсмус. При ручной обработке рубанками выструдивают пласть базовую, потом строгают кромку, тоже можно эти плоскости пометить. После чего при помощи рейсмуса отмечают необходимую толщину и строгают пласть параллельную базовой. После чего таким же макаром при помощи ручного рейсмуса размечают необходимую ширину заготовки. Ну и при помощи там ножовки, потом рубанка, получают вот эту вот поверхность. После этого заготовки торцуются при помощи торцовочной пилы или ручной пилой отпиливаются, потом подравниваются рубанком в донце. Ну и получаем своего рода параллелепипеды. Однако, если мы возьмем поверочную линейку, угольник, штангенциркуль и все это дело перемерием, то то, что мы считали параллелепипедом, при ближайшем рассмотрении окажется не совсем параллелепипедом. Ну, как учил древнегреческий философ Платон, все предметы в нашем мире это просто отражения, искаженные предметов идеального мира, поэтому идеальные доски можно найти, наверное, только в платоновском мире идей. Ну, с идеальными делами имеет дело математика, точнее, геометрия в разделе, стереометрия, а в столярном деле мы имеем дело с реальными объектами, поэтому приходится как-то выкручиваться. Ну, и наши далекие предки, которые занимались столяркой, разработали нехитрые приемы, при помощи которых можно более-менее выкрутиться в несовершенном мире. Эти приемы связаны как раз вот с этими вот птичками или с тем, что в столярном деле называется базой. Сделал я вот такой вот простой рисунок. Сразу хочу сказать, что все рисунки я делал специально гипертрофированы. Это вот наш брусочек, в нем специально сделаны такие ужасные углы, чтобы можно было понять, о чем идет речь. Нарисовал я две вот такие вот взаимоперпендикулярные линии, которые будут играть роль идеального перпендикуляра. Значит, вот это вот две базовые поверхности. И угол здесь нарисован непрямой, потому что даже после того, как мы через фуганок прогнали нашу заготовку, две плоскости прострогали, угол будет очень близкий к прямому, если фуганок хороший и настроенный, но точно идеальным прямым углом он вряд ли будет. В противном случае все бы производители лекальных угольников уже давно потеряли свою работу. И вот получили мы угол, близкий к идеальному. Я его зелененьким маркером вот так вот помечу, как хороший угол. Потом начинаем мы прогонять через рейсмус или строгать ручным рубанком вот эти вот поверхности. Получаем тоже как бы близкие к прямому углу углы. А вот этот вот угол у нас получается автоматически. Потому что сумма углов у четырехугольника будет 360 градусов. Поэтому его величина будет 360 минус значение этого угла, вот этого угла и вот этого угла. Обозначу я его вот таким вот красным цветом, потому что это самый плохой угол в нашей заготовке. Почему он самый плохой? Потому что здесь содержатся три ошибки. Первая ошибка была, когда мы фуговали базовые плоскости, потому что здесь угол не совсем прямой. Потом, когда мы обрабатывали вот эту вот плоскость, вот эту вот плоскость с какой-то ошибкой, эти все три ошибки сложились, и мы получили вот этот вот угол. Но мы имеем дело не с плоскими объектами, а вполне себе объемными. Поэтому правильно говорить о плоскостях. То есть мы имеем одну хорошую базовую плоскость, вторую хорошую базовую плоскость, более-менее приличный вот этот вот угол, и наименее приличный вот этот вот. Ну и суть этой методы, которую использовали наши дедушки, заключалась в том, чтобы специальным образом располагать заготовки в готовых изделиях для того, чтобы хоть как-то нивелировать наше несовершенство. Вот это вот макет табуретки или стола, вид сверху. Хорошие углы или база расположены внутрь в этом изделии. Я вот сейчас зеленым маркером нарисую, чтобы было понятно, куда смотрят наши базовые поверхности. Здесь специально я нарисовал ножки вот такими вот кривыми, чтобы можно было понять, что если вот этот вот угол, он близок к 90, вот этот вот, он будет, ну, немножко дальше от 90 градусов. И расположить наши заготовки вот в таком порядке, это одно из наиболее удачных решений. Точнее, не одно, а просто наиболее удачное решение. Если развернуть ножки, царги другими сторонами, то у нас вот этот вот квадрат или прямоугольник, скорее всего, не сойдется. Или сойдется хуже, чем при такой вот конфигурации. Нарисовал я на этом листочке дверку шкафчика. Здесь базовые поверхности тоже обращены внутрь. Но у нас две базовых поверхности на каждой заготовке. Поэтому вторые базовые поверхности все обращены будут к корпусу шкафчика. При такой конфигурации у нас сойдется вот этот вот четырехугольник и не будет щели между дверкой шкафчика и корпусом. На мой взгляд, очень полезно поиграть в конструирование различных предметов мебели. В уме или на бумаге предположение, что имеем дело не с идеальными заготовками, а с заготовками вот такой вот конфигурации, когда один угол у нас более-менее прямой, а второй угол, скажем так, очень кривой. При использовании вот этой вот методики мы получаем третий метод выбора поверхности для того, чтобы отстрогать в доске базу. Обычно мы имеем доску вот такой вот конфигурации. вопрос, с какой стороны мы будем делать базу. Допустим, ручным рубанком. Одна школа утверждает, что базу надо делать вот с этой вот стороны, потому что в таком положении доска более устойчива на верстаке. Вторая школа утверждает, что поскольку, ну если мы строгаем ручным рубанком, мы начинаем строгать поперек заготовки, то мы будем повторять вот этот вот радиус. Радиус здесь, кстати, тоже специально утрирован. Поэтому лучше эту доску развернуть и строгать рубанком вот так вот. Третий же способ состоит в том, что мы учитываем, какая сторона будет у нас обращена вот этой вот доски наружу, какая внутрь изделия. И чтобы подчеркнуть красоту дерева, базу делаем там, чтобы наиболее красивая сторона нашей доски была снаружи. В примере с табуреткой или вот с этой вот дверкой у нас, получается, базовые поверхности обращены внутрь, поэтому базу мы делаем с наименее симпатичной стороны доски. Но не всегда это так. Я потом покажу пример, когда базу лучше делать на красивой стороне доски. Ну и понятно, что когда мы делаем готовые изделия, то все операции по разметке, допустим, торцеванию мы производим относительно нашей базовых поверхностей или базы. Если нам надо произвести разметку угольником, опираемся мы на базовые вот эти поверхности, то есть вот так вот, вот так вот, потом вот так вот. А на вот эти вот небазовые поверхности мы не опираемся. Точно так же есть база у торцовочной пилы, у циркулярной пилы база. Циркулярная пилы база – это ее стол и параллельный упор. Есть база на фрезерном столе, то есть база присутствует практически на всех инструментах наших. Когда мы с ними работаем, мы тоже это учитываем. Вопрос состоит в том, что вот эта вот метода, она иногда дает сбой. В плане того, что иногда нам надо провести операции, и мы не можем их провести, не поменяв базу. Посмотрим, допустим, на изготовление филенки. Схематично я нарисовал вот эту вот поверхность фрезерного стола, вот эта вот фреза для филенки. При изготовлении филенки с такой вот фрезой, хочешь не хочешь, нам придется заготовку нашу развернуть на 180 градусов, и мы поменяем базу. Если же у нас фреза комбинированная для филенки, она более дорогая, но она фрезерует сразу с двух сторон, тут перемены базы не происходит. Кстати, именно вот в этом случае базовая поверхность должна быть обращена на лицевую сторону. Почему именно так? Ну, здесь я нарисовал филенку очень простой формы, а бывает филенки довольно замысловатые. Если у нас щит под филенку не идеален, то все изъяны, если базовая сторона у нас будет обращена сюда, где-то будет щит толще, где-то тоньше, если здесь какой-то рисунок будет, то все изъяны нашего щита будут видны на этом рисунке. А если мы обратим лицевую базовую сторону вот сюда вот, к фрезерному столу, то все изъяны будут видны с обратной стороны. И для нас это уже не так страшно. Вот эта вот метода на крупных промышленных поточных производствах не применяется, но там применяются станки совершенно другого класса, нежели в наших мастерских, там, хоббийных или небольших производственных мастерских. Потому что есть все-таки разница между рейсмусом за 400 долларов и, допустим, рейсмусом за 4000 долларов. А я думаю, что 4000 долларов за рейсмус – это не предел. И их качество выдумаемой продукции будет соответствовать цене. Поэтому не стоит ждать, что 400 долларовый рейсмус выдаст вам какие-то идеальные заготовки. Пользоваться или не пользоваться такой методикой – это вообще, говоря, дело каждого. Но я все-таки посоветовал бы перемерить свои заготовочки на предмет перпендикулярности, посмотреть угол базовый, посмотреть угол с обратной стороны, проверить линейкой вот эти вот поверхности, которые не являются базовыми. И после этого задуматься. Описание вот этих вот приемов на русском языке, чтобы все было собрано в одном месте, я не нашел. Хотя периодически разные мастера об этом упоминают. На английском языке термин «столярная база» звучит как «true face» или «истинное лицо». Но проблема в том, что такое же название имеет приложение, довольно популярное, которое убирает косметику с фотографий лиц прекрасного пола. Поэтому все-таки запросы в Гугле надо уточнять, допустим, словом «woodwalking». Вот эту вот штуку я давно хотел рассказать. Проблема была в том, что хотя вот эта вот метода у меня в голове нормально себя чувствует, выразить ее и рассказать более-менее понятно про нее у меня не сильно получалось. Но штука, на мой взгляд, довольно полезная. Насколько получилось, судить не мне, а вам. Ну а в следующий раз будем что-нибудь уже строгать, пилить, в общем, поближе к практике. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok